Мы пришли сегодня поздравить тебя с наступающим Новым годом. Хотим пожелать тебе успехов в учебе, здоровья, счастья, маму радовать, помогать ей по хозяйству. Будешь исполнять? Спасибо. И сегодня хотим мы тебе вручить подарки. Не всегда судебные приставы приходят, чтобы что-то забрать. В преддверии Нового года, например, сотрудники управления с удовольствием дарят подарки. Правда, не должникам, а взыскателям, а точнее их детям. Сладости, игрушки, канцелярские принадлежности – все, что может порадовать ребят. В этой семье папа не платил алименты, но потом взялся за ум, устроился на работу и сейчас хоть и немного, но помогает. Две снегурочки в форме пришли и к малышке Элине. Девочка воспитывается в многодетной семье, но ее папа категорически не хотел ребенка. Мужчина приехал в Иваново из Афганистана. Как и положено, в городе невест женился, а потом, узнав, что в браке рождаются дети, сбежал на родину. Когда я забеременела, где-то было уже 4 месяца, 5 месяцев, вот, и он мне сказал, иди на аборт или сама разбирайся, я не буду ничего делать, это я не верю тебе, еще сказал, вот, и все. Вот так вот нас, в общем, бросил. Такая девочка родилась красивая. Помимо Элины в этой семье еще двое детей. Малышке требуется лечение. Вот и ищут биологического отца, чтобы хоть как-то призвать его к ответственности. В отношении его возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы направляют запросы различные в регистрирующие органы на предмет выявления его имущества. Однако здесь мы с такой трудностью столкнулись, то, что у данного гражданина даже нет снился, поэтому, соответственно, и ответы на запросы нам из некоторых регистрирующих органов просто не поступают. И, возможно, будет решен вопрос в объявлении его в розыск, чтобы официально установить его местонахождение в Афганистане. В управлении судебных приставов сотни производств по невыплате алиментов. Всех объехать с подарками невозможно физически. Но несколько десятков семей поздравить все же успеют. И если не в этом году, то в Старый Новый год непременно. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.